я приветствую вас в новом выпуске диалогов ритейля который выходит при поддержке фирмы 1с с фирмы 1с мы не первый год уже ведем тематику автоматизации на платформе 1с и если у вас есть что рассказать и поделиться кейсами рассказывайте делитесь мы об этом напишем сегодня мы находимся рядом с гипермаркетом бау-центр который открылся буквально недавно подмосковом городе пушкино и у нас есть возможность посмотреть как там устроено благо то что нам специальную экскурсию организует коллеги коллеги ну а с нами сегодня на экскурсии андрей демшин который любезно как раз предоставил такую возможность и покажет нам магазин андрей здравствуйте добрый день я рада видеть что наконец-то бау-центр открылся вы достаточно долго шли к этому моменту насколько знаю вас был чуть-чуть раньше да в планах открытия магазина ну на самом деле вот реально открытие для клиентов мы как планировали так и открылись слава богу сдвижек не было но а подготовка конечно это долгий был был проект мы это время использовали не зря там вылезали все технологии все возможности ну то есть дали максимум реально этому магазину мы находимся в самом центре сейчас магазина давайте здесь начнем с того вообще про количество про цифры поговорим да сколько магазинов сколько из каю сколько квадратов в этом магазине я немножко кратко компании расскажу буквально пару слов потому что для и для этого региона мы новички но далеко не новички на рынке по сути компания был центр это чисто российская компания основанная в декабре 94 года то есть тоже больше 25 лет опыт у нас сейчас ну я уже буду говорить с этим магазином у нас 9 гипермаркетов в сети есть еще отдельное там подразделение база строительных материалов калининграде по сути города присутствия это калининград наш родной регион там центральный офис расположен вот потом это юг в частности краснодар новороссийск и в сибири в омске также у нас есть два гипермаркета то есть вот ну а теперь еще подмосковный пушкина вот такая география нашей компании если говорить о но об ассортименте вот этого всего великолепия то есть сейчас стандартно это вот такой стандартный для нас магазин он включает около там чуть больше 55 тысяч из каю в наличии прямо в магазине у нас есть некоторые возможности там разных отделов по заказным позициям но это для нас основа потому что все-таки сейчас это торговля формате здесь и здесь сейчас если говорить про квадратные метры ну конкретно этот магазин тоже повторюсь он стандартно то есть это 16 тысяч квадратных метров торговой площади это стандартно вы говорите а все-таки самый маленький магазин но в каком городе в калининграде это пер первый гипермаркет который мы открывали уже вот ну такой полноценный форматный там есть как магазин на улице согласия он правильно помню цифру там паре порядка одиннадцать тысяч каждого метров ну то есть в целом наши магазины похожи то есть те я кстати очень приятно был удивлен когда на открытие вот эти в эти дни открытия у нас были клиенты из калининграда то есть даже вот с нашими карточками лояльности были калининградские клиенты клиенты из краснодара даже по-моему один вот я знаю был из новоросса но мечей не слышал но думаю что тоже были но то что омск и для меня конечно было удивлением когда я увидела в такой такой в таком перечислением городу почему такой далекий город ведь и логистика и вы просто сейчас наблюдаем даже по федеральным игрокам которые далеко они вот тот регион заходят уже там в один из последних почему омск был выбран ну на самом деле омск вот если говорить про сибири они постоянно с новосибирском делят ну там спорят до формально по моему столица сибири это все-таки но сибирск но я как был центровец и как компания которая имеет магазины в омске ну я считаю тут там не зря они конкурируют за это право это хоть и многие там постоянно шутят на домском но это очень динамичный город обеспеченный с большими перспективами то есть он как бы насыщенный по населению люди с возможностями с деньгами поэтому ну не зря у нас там два магазина которые также успешно работают там и нас знают там на лидирующих позициях этом городе когда заходишь магазин обращаешь сразу внимание на то что в магазине очень светло я вижу реализованы вот такие галереи световые коридоры да это во всех магазинах так реализовано или скажем так это может быть как отдельный проект это второе решение первый раз мы это опробовали вот по ну как не последний предыдущий открываемый проект он это был наш флагман в калининграде магазин на московском проспекте и там это решение первый раз мы применили в формате такого эксперимента такое очень часто бывает когда вновь открываемые магазины они ну волей-неволей приобретает массу технологий это было попробовано мы поняли какой колоссальный результат это дает вот в этом ощущении потому что если даже посмотреть понаблюдать за клиентами которые сюда в центр приходят то есть ну они даже как как расправляются то есть дополнительный кислород только получается а вот это впечатление от шопинга от комфортных условий потому что ну стройматериалы это не пыль это не мешки это красота прежде всего то есть человек должен думать не о том что он здесь а его конечном результате то есть что у него в конце получится и вот это вот такие но световые решения не позволяет осветить магазин а здесь мы еще добавили щепотку мы сделали пол светлым и в итоге вот вместе ну там современной системы освещения это дает вот такой вот колоссальный воздушный просторный эффект и давайте наверное все таки покупателю к ключевому это главный бог кто ваш покупатель почему он в итоге придет к вам почему он останется у вас вот какие ключевые вещи вы должны однозначно сделать для того чтобы они остались ну безусловно как у любого гипермаркета конечно у нас аудитория очень широкая но для себя мы четко делим ее наверное нет ни половины две части от одинаково важны для нас то есть прежде всего это массовый розничный клиент это те люди которые хотят обустроить свой дом или с дачу сад дальше мы посмотрим на покажу вам похвастаюсь нашим отделом то есть это вот ну такая розничная аудитория ну понятно что социальный портрет очень широкий ну я не знаю мне кажется там где-то от 25 лет и туда там верхнего предела наверное у нас нет у нас на открытии тоже такой момент была пара вот это все-таки наверно особенность вашего региона на вид где-то 80 85 лет мужчина женщина они пришли а мы сейчас активно раздаем карты лояльности и они ну им предлагаем спасибо у нас уже есть как только вы же заранее выдавали виртуальные карточки мы себе на сайте все оформили ну ладно хорошо может вам подсказать как смартфон добавить нет 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 мы все сделали спасибо вот поэтому ну это розничная аудитория максимально широкая вот но и как я сказал есть вторая группа не менее важно это профессионалы те для кого ремонт это каждодневная работа то есть кто ну к нам или в такие магазины нас это надеюсь к нам ходят как в булочную только вместо хлеба у них цемент клея для плитки вот это профессионалы то есть это организации которым нужно по безналу покупать строительные материалы это строительные бригады то есть уже такая более профильная деятельность и естественно мастера по ремонту то есть это вот та аудитория для которых мы свои условия создаем я тоже обязательно сегодня покажу ну и фактически вот мы стоим с вами в центре по сути ну такое неформальное разделение если направо это у нас мальчики там та часть магазина а налево это девочки это декоративная история ну конечно это формальность но это чувствуется в магазине и вот вот эти вот две группы клиентов очень ценные для нас и мы даже важность это выделяем прямо на фасаде то есть когда есть был центр есть вот эта часть профи ну и сад то есть такие вот наш треугольник такой уникальный концепт ну и находясь на этой точке нельзя не заметить уже реализованные концепты для ремонта я как человек который совсем недавно закончила ремонт и у себя мы здесь рядышком живем и могу точно понимаю точно понимаю что для меня здесь комфортно найти то что вот чтобы я могла в итоге в квартире сделать да такие комнаты ну опять же есть сравнение со многими магазинами точно отмечу что здесь вот эта концепция реализована максимально интересно вот называется посмотрите как сейчас это уже мы видим а уже есть вопросы от покупателей уже отзыва там о том там привычно не привычно понравилось не понравилось именно вот про такое решение которое вы предложили ну конечно во первых есть отзывы так сказать но покупатель всегда голосует рублем но даже впечатление то что там ну вот десант который сюда приехал из центрального офиса то наша задача понять качественную оценку магазина как вот не в цифрах а впечатление люди реагируют и вот этот вот ну простор освещение и решение по такие идеи вдохновения готовое решение они как раз таки люди отмечают им становится легко когда тебе не надо в голове крутить вспоминать какие-то картинки из интернета а вот это все наглядно то есть раз-раз-раз походил как как манекен в магазине то есть вот вот хочу также пожалуйста в мои размеры мы в мою планировку заверните все окей посчитали подсказали что как добавили деталей вот все готово и немножко про конкурентное окружение рядышком находится в принципе два ключевых конкурента это у нас садовый центр дарвин и соответственно люра мерлен и причем что интересно люра мерлен находится формате крупном если мы говорим в отдалении этому тище это один из первых магазинов торговой сети и соответственно здесь совсем недалеко находится еще один формат почему был выбран все-таки направление вот ярославская да вот здесь тогда как совсем рядышком находится два крупных ваш ну даже три крупных ваших конкурентов я думаю те кто ну наверно в пятницу в субботу выезжает из москвы по ярославскому шоссе они ответ на этот вопрос уже знает вот но это реально очень большой поток который и мы и наши конкуренты но мне кажется клиентов хватит всем вот и тут уже у покупателя клиентов появляется выбор в какую сторону отдавать предпочтение то есть каким материалом хорошо но я думаю что мы можем сейчас уже идти дальше прогуляться по тем основным улицам в магазине и что действительно много но перед тем как мы пойдем расскажите пожалуйста навигация я вижу здесь более ста указателей как именно у вас организована навигация в вашем магазине ну я думаю планами это подскажет а реально то есть у нас здесь тоже есть своя особенность хотя это не какое-то там уникальное решение вот просто но мы постарались максимально хорошо это организовать то есть в отличие от некоторых ритейлеров у нас ну мы хотим дать клиентам быстрый доступ к товару поэтому у нас нет круговой схемы движения есть центральная аллея плюс боковые аллеи и которые соединены вот этими регальными проходами то есть фактически тот кто знает что ему нужно очень быстро может попасть в нужную точку магазина а собственно навигация она подсказывает где и что то есть есть основная линия навигации это базовые такие крупные группы там краски сантехника инструменты крепеж инженерные коммуникации и еще это уже мелкие группы то есть каждый вот этот проход магазина вот как вы сказали там действительно и больше ста он пронумерован и обозначен крупной цифрой плюс подписаны какие товарные группы там расположены и фактически получается сотрудники магазина продавцы консультанты то есть когда в магазине есть у клиента вопрос где это ну допустим там к примеру я сейчас наизусть не помню просто читаю где расположены эмали то есть его не будут там такими абстрактными терминами отправлять там лево-право вот там дальше посмотрите нет просто сотрудники скажут 80 проход там все вы выберете и дальше его уже примут сотрудники этой части магазинов и помимо этого это оффлайн ориентирование но также эта система работает в связке с онлайном потому что у нас на сайте в карточке каждого товара помимо количества этого товара есть еще его размещение в магазине и там то есть вот я сказал эмали проход 80 плюс еще есть номер регала ну например там 2 то есть 80.2 и клиенту может легко найти вот краску которую посмотрел на сайте а там уже посмотреть ну или другой декоративный товар ну что ж андрей пойдемте дальше да пойдемте продолжаем смотреть ваш магазин я хотела бы говорить про сервисности про сервис для покупателей вот расскажите пожалуйста какие ключевые элементы сервисы вы реализовываете вашем магазине вот что обязательно встретит ваш покупатель когда там придет ну я на самом деле не зря вас сюда привел потому что это вот наверное ну главная фишка для розничного клиента это сервис проектирования ванной комнаты потому что ванная это наверное самый сложный объект любой квартиры сон сложные по насыщенности работами мы по стоимости материалов то есть это та вещь которую надо максимально глубоко продумать и зная это вот как я вам говорил что любой ремонт он сложный но чтобы облегчить его сделать проще понятней у нас как раз таки есть сервис проектирование ванной комнаты пойдем по пути клиента то есть приходят первое что он делает он выбирает то что ему понравится там шоуруме либо на экспозиции выкладки плитки выбрал дальше есть специальная зона потом покажем вот специальная зона где он со своим планом помещения уже с пониманием какие коллекции примерно интересно приходит профессиональный дизайнер это все показывают раскладывает плитку расставляет сантехнику все это делают исключительно из тех товаров которые есть нашем ассортименте и более того когда проект закончен он считывается не только с экрана а еще мы можем виртуальной реальности показать то есть фактически клиенту ну вот он уже в своей будущей ванной может побывать на самом деле и там но нет никаких то сомнений потому что с монитора воспринимать но немножко тяжело и все это в комфортных условиях то есть все сидя аккуратно там ну то есть такая вот в некотором роде салонная атмосфера вот этого обслуживания идет а если еще про сервисность из какие фишки я бы так сказала у нас сейчас есть демонстрация полностью там ванной комнате сборе какие еще фишки вы бы отметили на которые сейчас мы буквально там таком калейдоскопе пасы покажем коллегам ну это проникновение онлайн инструментов магазин то есть это помимо ну простого сканера цены там же на него можно посмотреть наличие подробную информацию о магазине это вот мы были в обоях то есть там готовые решения они даже на самом деле в небольших элементах представлены везде такие готовые подборки в люстрах в ламинате то есть вот эти есть вещи следующий момент это например студии колировки у нас есть специальный прибор который автоматом определяет цвет по любому образцу вот например ну я не знаю там по ряду причин например хотите там под пиджак себе сделать интерьер просто берете ткань по ней замеряете цвет прибор говорит что это тамрал не знаю там 90 01 хотя это белый цвет я точно помню вот и все вы получаете то ориентир можно по веерам у нас например такая ну непривычная например есть артикул проката это веер колировочный на прокат то что веер очень дорогая такая история а походить то надо дома иногда понять какие цвета все вы его берете на денек спокойно определяете нужные цвета и дальше заказывать эту краску и этих фишек много то есть самое правильное прийти в наш магазин тем более сейчас но мы вот как бы стали еще ближе для новой географии прийти посмотреть все увидите я уверен за магазин даже я не нужен буду как экскурсовод это все она она показана для этого и навигация есть ну и наши консультанты если там продолжать последнее похвастаюсь это наши но дополнительные пояснения на экспозициях то есть где для особенно для сложных материалов рассказывается как их применять как выбрать тот или иной товар ну вот это наверное основа про консультантов в первый день когда я прогулялась здесь я была приятно удивлена когда мой интерес коллеги которые были в зале начали считывать то есть эта история про который я на самом деле уже отвыкла в диайвай магазинах потому что когда я гуляю у меня обычно ключевой вопрос где бы найти сотрудника который мне поможет здесь у меня как раз именно зеркала я смотрела это особенности вашего магазина ваши продавцы считывают интерес ну да это концепт даже не магазина компании отношения к клиенту то есть по большому счету вот клиент или вот мы даже сейчас с вами на экскурсии по сути для меня и дну для компании вы гости и вот ну я так и отношусь к вам как бы все это рассказываю с такой же энергетикой и очень много сил вкладывается в обучение продавцов консультантов чтобы они могли понять потребность клиента это самое важное потому что ситуации бывают разные например клиент который делает квартиру под сдачу ну у него наверно задача сделать закрыть потребность минимальными средствами у нас есть такие решения главное это понять и предложить ему тот кто делает для себя ну наверно там это более изощренные же материалы там вот это поймут и подскажут но тоже одна из фишек это любой консультант знает мы никогда не предлагаем плохих материалов не торгуем ими потому что ремонт это та история которая ну мы не часто делаем и каждый человек не настолько богат чтобы покупать вот дешевые вещи и мы стараемся это подсказать почему так потому что ну и опять же это безопасность банально то есть иногда к сожалению ремонт может отяготиться там какими-то последствиями после вот некачественных материалов для чего это нужно поэтому ну не каждый клиент это понимает а задача консультантов это пояснить показать почему лучше особенно в технологичных товаров сделать правильно не экономить на них но это не означает что у нас дорогие товары нет то есть они просто должны быть качественными на сегменты представленные есть эконом есть средний минус ну дальше там уже средний средний плюс но вот акцент ядро там это где-то средний минус средний но и товар и эконом линейки они тоже есть то что потребности повторюсь разные бывают а мы хотим максимально широкий спектр давать чуть раньше вы говорили отделе профи предлагаю посмотреть его да давайте пойдем андрей мы с вами в отделе для профессионалов расскажите чем этот отдел особен какие сервисные вещи реализованные для профессиональных покупателей это такой географический отдельный отдел выделенный ну или зона обслуживания на самом деле но это только часть целой такой программы лояльности был центр профи что в нее входит прежде всего это накопительный дисконт то есть накопительная скидка которая начинается от 6 процентов и по мере набора товарооборота за год она увеличивается помимо этого есть такой ну как бы вишенка на торте или бантик это дополнительные баллы за покупку когда 0 8 процента не начисляется за каждую покупку в виде баллов и дальше профессионалы могут ими оплачивать сто процентов могут любой покупки вот это ну скажем так экономические условия а да и к ним еще можно добавить специальные условия по доставке то есть для заказа более 50 тысяч рублей доставку по первой зоне ну условно говоря от мкада до цкада по ярославскому шоссе грубо так описать осуществляем бесплатно мы бесплатно разгружаем но подъем уже там он оплачивается отдельно дальше географически в этом же отделе находится прокат инструмента ну им на самом деле могут пользоваться и розничные клиенты и профессионалы в принципе там примерно одинаково востребована эта услуга но опять же профессиональные клиенты имеют свои преференции в частности вот просто все владельцы карты профи для них залог в два раза меньше на инструмент а для юридических лиц мы осуществляем выдачу инструмента на прокат вообще без залога вот ну потому что на эти клиентов знаем как бы идем в этом вопросе к ним навстречу помимо этого вот сама эта зона профи то есть ну или отдел профи мы постарались но сделать такое комфортное пространство для этих клиентов где они ну вот как я уже говорил для них это как поход в булочную только за цементом и раз они часто у нас бывают то есть мы им даем возможность передохнуть мы даем возможность кофейку попить то есть как-то ну вот начать свой день причем с 7 до 10 у нас вообще бесплатно для этих клиентов плюс здесь же у нас есть тут переговорная комната где могут прийти вместе с клиентом и ну что-то обсудить сразу здесь в магазине потому что такой вот большой гипермаркет где даже вот есть эти сервисы проектирование ванной то есть мастер по ремонту ну например плиточник он может привести клиента тут же показать и конечно вместе сделать проект что-то огромную фишку и мастер и клиент видят результаты и вопросов сразу на порядок меньше становится вот ну и отдельные вот места обслуживания тут видно то есть это такое многоцелевое пространство она может выступать и как касса то что сюда можно прям с тележками приезжать и оформлять покупку здесь же оформляется и выписывается счета там мы все необходимы документы то есть это вот ну такой многоцелевой сервис также я вижу что здесь есть и отдельный вход до совершенно верно то есть вот в этой зоне магазина мы сделали действительно отдельный вход для того чтобы эти профессиональные клиенты они сразу попадали в ту часть магазина который интереснее всего востребований всего то есть фактически сразу попадает в отдел стройка здесь же рядом инженерные коммуникации это водоснабжение топление электрика то есть тут и отдел инструмента ну и вот эта часть она там завершается колировкой то есть все эти товары они рядом быстро зашел когда знаешь что купить тут же взял на кассу причем рядом с этим входом там большая просторная крытая зона погрузки тут же можно на машине заехать ну мы помогаем погрузить материалы вот в машину как и там мелкие так и большую можем прямо погрузочной техника их закинуть ну и вот вот этот вот набор элементов он и формирует те удобства для профессионалов которые ну я надеюсь они будут привлекать клиентов и самое главное заставлять их работать с нами то есть мы хотим сделать стать таким надежным партнером для профессионалов обеспечивать их там потребности объекты но все задачи которые нужны решать здесь еще отмечу что здесь есть учебный класс да потому что несмотря на то что профессионалы конечно такая консервативная публика они привыкли работать с какими-то материалами ну и тяжело переходят и вот понимая это и зная что на самом деле производители так массу усилий вкладывают в то чтобы совершенствовать технологии делать их быстрее применения эффективнее результат то чтобы это рассказывать но у нас как раз есть учебный класс где могут выполнять обучение представители поставщика но либо мы сами тоже какие-то обучающие мероприятия про проводить для этих клиентов когда мы смотрели с вами навигацию мы точно я точно отметила что вот красный отдел профи выделен а вот там завершение другой части галереи посадили сад я думаю что сейчас можно перейти как раз в отдел сад и посмотреть ту выделенную часть которую явно выделяете и чем вы точно должны погордиться и рассказать да давайте посмотрим на еще одну фишку этого магазина андрей мы с вами находимся сейчас в отделе сад этот отдел у вас выделен и навигацией и снаружи я тоже видела отдельно указатели чем именно этот отдел для вас особен это действительно такое концептуальное отличие нашего магазина почему он прямо на фасаде присутствует почему у него отдельная навигация оформлена ну и он реально занимает почти пятую часть магазина то есть огромный значимый отдел такой вот мир прекрасного сада ну потому что прежде всего этот трафикогенерящий такой отдел потому что ремонт он делается и как правило оставляется эта история а вот сад это ежегодная история когда нужно улучшать там новые материалы покупать и так далее и ну это вот почему мы акцент такой делаем сильный если говорить об особенностях нашего отдела тут я не зря вас привел как раз таки в цветы потому что это вот та история объем этой истории широта ассортимента качество цветов там вот у нас там первые отзывы по этого магазина пошли это девушка не помню имени она в яндекс цене там целый обзор сделала где такие какие-то там хитрые названия рассказывают ну вот и насколько человек ждал то есть как такой на своего рода питомник где посмотреть и приобрести вот эти растения ну и помимо комнатных растений где мы присутствуем это большое огромный должна на выбор это уличных растений причем потом вы посмотрите вам покажу как организована система микроклимата заботы об этих растениях чтобы гарантировать их свежесть высочайшее качество и ну с тем чтобы клиент потом тоже только продолжал радоваться ну и на самом деле стандартная история для гей для diy гипермаркета это садовый инструмент безусловно там у нас кстати и товары собственной торговой марки представлены и плюс эта история отдыха в саду то есть это мебель для отдыха большой выбор мебель из тех на ротанга которая удивительного здесь как-то мало представленного естественно есть там пластиковая мебель то есть и барбекю бассейну все чтобы ну вот комфортно отдохнуть в саду не зря он надел большой насыщенный чтобы все это разместить это актуально очень модная сейчас тема то есть там но это уже такие мини кухни садовые по сути это мы давно уже барбекю там и мангалы тут такое почти уже скоро станет прошлым а это вот такая полноценная готовка в саду мы на самом начале говорили о некой ротация ассортимента когда какая-то категория замещается на насколько понимаю именно в этой категории зачастую большая ротация даже гриль например зимой не очень пулярен что там у нас будет новый год вот такая естественная смена то есть по сути два больших сезона вот ну зимние и весенние внутри них уже там под сезон и выделяется но это нам такая самое глобальное изменение магазина когда вот примерно в ноябре мы уже будем радовать и привлекать клиентов феноменальным новогодним оформлением то что это тоже такая история далеко не стандартная и ну я уверен порадуем пушкинцев и близлежащих жителей близлежащих городов ну вот отдельным новым взглядом тоже трендовым выверенным по новогоднему декор то что там есть чем порадовать нас все-таки про наполнение и особенности этого дела мы не будем сейчас туда непосредственно приходить уже ребята покажут нам вот те особенности здесь мы видим просто тоже галерею а если мы говорим про про растения максимально хорошо росли что вы делаете для этого какие стандарты соблюдаете ну это вот как раз оранжерейная зона где сделана система микроклимата то есть во первых это теневая заме завеса которая в целом но это работает автоматически ну понятное дело можно и ручной режим включать то есть отсекает очень яркое жгучее солнце делает такой комфортный комфортное освещение для растений второе там автоматическая система проветривания вы увидите много станций для полива растений то есть ну что такое растение свет питание вот свежий воздух в принципе как люди вот и это вот все мы для них даем то есть у нас как комфортное для клиентов также комфортное ну вот это те товары которые живые товары в нашем магазине чтобы они радовали вдохновение впечатляли клиентов как раз таки все вот эти вот меры они предпринимаются ну и плюс специально обученные продавцы-консультанты которые постоянно поддерживают эту свежесть растений ну и вот такую вот замечательную выкладку вы уже помянули товары собственно торговой марки расскажите пожалуйста чуть чуть подробнее сколько у вас брендов как давно развиваете это направление насколько широк то вот это количество из каюда в которых потом готовы погружаться и в каких семинарах вот эти там средний минус средний плюс да действительно сейчас товары собственных торговых марок их у нас действительно несколько там больше 15 марок они занимают ну во-первых динамично растут занимает уже значимую часть ассортимента особенно в таких отделах как сантехника ну точнее инструмент таких отделов как сантехника в саду тоже очень много собственных марок ну и постепенно ассортимент компаний он ими наполняется то есть там где мы для себя видим экономические выгоды мы стараемся вводить собственные марки но из таких ярких примеров это 1 по моему первая была марка все-таки флюмен это смесители душевые кабины санкерамика мы вот видели ее в шоу-румах плюс вторая марка тоже очень такая уже распространенная она наверно лидер по количеству артикулов это марка дорн она это прежде всего электроинструмент садовый инструмент дальше ручной инструмент саду еще там товары для полива вот но это та марка которую уже там в наших других городах присутствию начинает спрашивать она свою популярность получает плюс вот эти вот две марки они получили такую историю развития ну как более такой профессиональный сегмент то есть для дорна это дорн про то товары которые уже рассчитаны на более частое потребление то есть в сфере инструмента а для флюмена появилась такая марка флюмен дизайн когда ну наверное ее основная фишка это подобранные коллекции товаров которые вот сразу закрывает там ну например тему ванной комнаты ну а другие марки которые тоже значимые на слуху там траве на например ручной инструмент в саду марка неодека декоративная такая магнет строительная марка вот ну и другие там на нашем сайте можно посмотреть те знакомец вот что касается ценовых сегментов большая часть если мне большая часть некоторые есть исключения а большая часть это средний минус вот ну это на что он наша компания в целом делает акцент поэтому принципе появляется как-то особым образом вы выделяете их в магазине как знакомите что это именно выделенный какой-то сегмент которого сложно встретить или невозможно встретить других магазинов но они поскольку занимают вот там в тех товарных группах которые я уже перечислял они выделены прямо выкладки вот в той же в том же отделе техника или инструмент там ну можно увидеть что марка дорн и там есть для крепежа марка фиксберг они прям ну своим экспонированием экспозиции выделяются там конечно для них отдельные программы продвижения плюс в консультации в обучении персонала но собственным маркам уделяется отдельное внимание есть например марка волтон это краски вот и там такая уникальная история связанная с колеровкой то есть для волтона все краски светлых тонов но на самом деле это большая часть там по большому счету вот она колируется бесплатно совсем то есть вот у нас услуга колеровки в целом бесплатно но покупатель платит за колоранты за цвета которые добавляются а для волтона ну вообще бесплатно то есть говорите нужный цвет и все забираете эту краску готова мы затронули тему товаров в собственной торговой марки и точно надо поговорить о поставщиках вот 50 тысяч с лишним наименований до 55 тысяч наименований товаров очень большое количество поставщиков скажите мне пожалуйста как у вас сейчас выстроена работа с поставщиками а если вообще какие-то сегменты которые вы не охватили и хотите добавить в ассортимент и может быть вы ищете каких-то новых поставщиков здесь на этом регионе такой да интересный вопрос действительно я думаю что эти не охваченный сегмент они безусловно есть и даже первые результаты работы покажут какой-то новый интерес аудитории ну а тут отработка новых потребностей она у нас уже налажено то есть мы и здесь собрали обратную связь здесь много сотрудников центрального офиса участвовала они прямо напрямую общались с клиентами и понимали где есть какая-то нехватка дальше уже ну там по стандартной схеме будут осуществляться поиск плюс наш сайт собирает очень много информации поставщиков там есть специальный раздел где любой поставщик может запомнить информацию представить себя минимальной дальше если это действительно интересная для нас ниша но с ним обязательно связываются вот такие возможности если поставщиков вот именно с точки зрения продвижения своего товара на ваш на аудитории ваших покупателей не знаю там специальная выкладка работа с покупателями еще какие-то варианты которыми я понимаю что есть стандартные вещи да но какие-то особенные вещи у вас есть ну здесь наверное я два основных инструмента выделю это прежде всего вот такие вот микро презентации товара в отделе которые но они не постоянно но формируется календарь когда такие вещи проводятся в частности там были у нас примеры здесь уже конкретно это презентация штукатурок там и красок вот ну а это может быть абсолютно во всех отделах это раз но а все-таки основа это взаимодействие с нашей программой лояльности потому что причем именно для розничного клиента то что это основной поток и это та история ну которую мы стараемся пояснять поставщикам что это реально работает и ну это такой эффект синергии то есть когда это выгодный для наших клиентов ну и собственно для тех кто представляет товары это проведение акций с дополнительными бонусами вот то есть каждый месяц у нас в каждом отделе абсолютно любой потребности есть некоторые дополнительные начисления помимо стандартных и вот тем самым естественно это получает дополнительное внешнее сопровождение в торговом зале озвучка на сайте эти товары выделяется то есть вот те инструменты которыми выделяются товары отдельных марок а каталоги у вас есть вот именно печатные каталоги в которых какие-то товары представлены нету ну все-таки формат гипермаркета такую историю уже не подразумевает там вот например в отделе профи в котором мы были там это присутствует мы больше чтобы в одном месте знакомиться с ассортиментом и для конца ну для менеджеров отдела профи это было такая как не подсказка а вот принесены сюда эти товары условно говоря просто в торговом зале ну здесь товар говорит за себя а не каталог тему персонала здесь еще за хочу затронуть такой большой магазин с таким количеством сервисов предполагает большое количество персонала сколько сейчас в этом магазине задействовано сотрудников сейчас здесь около 500 сотрудников принципе это стандартный штат такого гипермаркета ну здесь просто вместе с магазином еще небольшой офис который вот в этом регионе поддерживает работу в целом компании и ну вот такой объем магазин там где-то 400 450 человек были ли сложности при наборе по ваших новых сотрудников с какими столкнулись если столкнулись как обучаете сколько времени цикл длится вот именно обучение что что должен знать и уметь но такими крупными мазками ваш сотрудник до вопрос понятен ну как вот я говорил мы много внимания уделяем от консультациям а без персонала они невозможно поэтому у нас отдельные требования к сотрудникам и ну с учетом этих требований сложности бы ну я скажу были потому что большую часть мы их решили хотя вакансии есть они можно посмотреть там на нашем сайте там может кто-то даже к нам присоединиться по итогам этой экскурсии этого материала но они решаемые компания понимает важность этого ресурса это самый основной ресурс особенно линейный персонал то есть продавцы-консультанты кассиры вот в привлечении таких специалистов в их обучение особенно продавцов-консультантов мы вкладываем очень большие силы очень большие андрей нам осталось обсудить несколько вопросов сделаем это возле касс да давайте сколько у вас рабочих места и есть ли кассы самообслуживания у нас всего в магазине 26 кассовых модулей вот здесь вот в основной линейке здесь получается на 6 меньше из 20 кассовых модулей сейчас мы активно готовимся внедрить проект кассы самообслуживания но пока в этом магазине собственно как во всех других их еще нету но я думаю в скором времени появится ну и находясь на линии кассы назначено можно и нужно поговорить о карте лояльности и общей системе лояльности которого существует в течение нашего разговора мы неоднократно к ней возвращались и упоминали расскажите ключевые вещи как именно вы привлекаете покупателей и чем она особенно на ваш взгляд ну на самом деле действительно проговорили мы поговорили о лояльности профессиональных клиентов эта программа был центр профи а для розничных клиентов у нас есть программа будет центр бонус но я тоже подчеркну что это именно программа не просто карта вот я тут подготовился действительно на самом деле это уже такой немножко атовизм пластик потому что по большому счету сейчас уже клиенты могут оформить виртуальную карту и пользоваться ей просто в смартфоне вот ну а по большому счету и то и другое это такой пропуск в мир дополнительных возможностей будет центре я бы сказал так если у клиента нет программа будет центр бонус он ну так вот не совсем полноценно с нами взаимодействует почему потому что во первых но это не очень выгодно с карточкой получается 4 процента от любой покупки начисляется в виде бонусов плюс у нас каждый месяц много акционных предложений с дополнительными бонусами до 25 процентов а сейчас вот месяц открытия вообще 30 процентов на ряд товаров мы возвращаем бонусами но это еще не все это только вот ну как бы такая прямая экономика а помимо этого то это увеличенный срок возврата товара и это удобное оформление ну вот на любой зоне обслуживания потому что данные уже есть и мы понимаем что это за клиент для проектов которые мы с вами смотрели это возможность сохранить их в своем личном кабинете и быстро вернуться вот ванную комнату например я могу уже из дома пересмотреть более того если у вас даже есть но очки виртуальной реальности вы и дома можете это посмотреть вот и показать там всем близким спокойно это изучить он всегда под руками плюс карта как идентификатор ну или участник программы он может смотреть список свои покупки и необходимые вещи там повторить или понравившиеся товары повторить покупку то есть это ну такой набор на целый спектр дополнительных преимуществ помимо вот простой денежной выгоды а персонализированные предложения которые сейчас становятся довольно модными вы можете делать именно конкретному мне вот как покупателю а не для всех сейчас мы начинаем с такого персонализированного информирования потому что например там вам интересно про цветы мы про это будем рассказывать там кому-то интересно там делает ванную комнату мы будем туда акция что касается именно бонусных предложений пока мы ну вот на текущий момент не делаем таких спецпредложений посмотрим как будет развиваться эта программа как будут давать какие результаты обычные информационные сообщения потому что ну как бы что называется раздать бонус это самое простое но на самом деле гораздо больше ценность когда клиент чувствует информационную заботу и поддержку которую компания и магазин для него оказывают то есть иногда правильная подсказка намного дороже и выгоднее чем какое-то такое временное предложение с бонусами сейчас тема онлайна который тоже очень в прошлый год особенно показал да вышла на первую у вас как с онлайном стоять дела с помощью интернет-магазина много ли заказов вот расскажите чуть-чуть расскажите как у вас именно онлайн построен сейчас действительно онлайн для нас очень важен и но вот как раз таки в этом магазине мы сейчас плавно запускаем сервис онлайн-продаж по сути сегодня завтра уже начнет работать но и от этого региона от московской области мы ожидаем наибольшей востребованности дистанционных покупок потому что в других городах они все-таки меньше там наш родной калининград там проще объехать магазины но прошлый год он как раз таки под подсказал историю что даже такие товары но легко покупать дистанционных проблем в этом сейчас насколько большой процент в чеках именно от онлайн магазина у вас можно сейчас это ну принципе такой для отрасли стандартная доля то есть порядка там четырех-пяти процентов то есть это в первую очередь соответствии времени амниканальность но это то что будет постоянно развиваться то есть эта доля будет увеличиваться и причем вот с запуском здесь в пушкино московской области я думаю но она серьезно начнет расти потому что у вас все-таки с вашими пробками но тут это более востребованная история если говорить про тренды если говорить про то на кого вы смотрите на кого не ориентируетесь откуда подчерпываете идеи какими трендами сейчас руководствуетесь при создании этого магазина и дальнейшего развития ну конечно хочется ответить что секретная информация мы все черпаем из эфира но безусловно нет то есть в этой наша работа смотреть абсолютно на всех участников и нашего российского рынка и рынка ну наверно прежде всего европы с тем чтобы собирать те новые фишки которые нашей идеологии соответствует как-то модернизировать ну и безусловно придумывать свои зная клиента придумать свои это вот внедрять смотреть как они себя показывают и идти дальше если про планы поговорить в час вы открыли 9 магазин можете ли поделиться планами какие регионы какие там новые магазины планируете строить перспективы ожидания хотим плана но сейчас такой прям конкретики я не скажу когда откроется там наш следующий магазин и где сейчас во первых надо посмотреть на результаты как уже будет работать этот магазин и и вот на основе этого формироваться на какую-то более точную программу по дальнейшему развитию безусловно но останавливаться мы не собираемся будем развиваться ну а планах заявим уже отдельно андрей спасибо большое что пригласили и показали ваш магазин успехов развития и надеюсь до новых встреч спасибо большое вам за визит всего доброго приходите уже как клиент это самое лучшее впечатление от магазина спасибо всего доброго до свидания что ж коллеги мы посмотрели девятый магазин торговой сети бау-центр интересный объект много сервисных моментов в нем есть 55 тысяч номинований товаров которые теперь доступны жителям подмосковного пушкина и не только мы будем наблюдать за тем как они будут развиваться и смотреть за теми технологиями которые вновь будут ли драться уже в этом объекте спасибо за то что смотрели диалоги о ритейле и до встречи в новых выпусков